Из-за переменчивой погоды, которая наблюдается в нашей республике, настроение жителей часто меняется. Но знаете ли вы, что ученые доказали, что посещение ипподромов и знакомство с лошадьми делают людей счастливее? И поэтому мы решили отправиться сегодня на ипподром, чтобы и душу порадовать, ну и, конечно же, узнать и рассказать вам о пользе этого вида спорта. Современные дети много времени проводят за ноутбуком, телефоном и другими гаджетами. От этого страдает осанка, ухудшается зрение, ребенок становится нервным и беспокойным. Как же в такой ситуации найти полезную альтернативу, которая будет доставлять положительные эмоции? Решение есть. Заинтересуйте ребенка верховой ездой. Плюсов у этого вида спорта определенно много. Конный спорт полезен в первую очередь для души, уже во вторую для тела. Очень хорошо корректирует характер у людей, воспитывает положительные качества. Особенно для непослушных, проблемных детей. Детей с аутизмом, с задержкой развития. Это все принесет большую пользу. Но прогулка верхом полезна не только для детей с ограниченными возможностями, но и для каждого здорового человека. Во время езды задействованы практически все группы мышц, которые не работают в поседневной жизни. А с учетом того, что многие сейчас и вовсе ведут преимущественно сидячий образ жизни, польза данного вида спорта или просто увлечения, как в случае у Лауры, будет немалой. Пришла я сюда потому, что очень люблю лошадей. У меня давно есть эта страсть к ним. И были какие-то проблемы со спиной. Соответственно, хотелось двух зайцев одним выстрелом убить. Ну, как и у многих сейчас людей, проблемы со спиной почти у каждого второго есть. Да. И сейчас я уже вижу очень хороший прогресс, несмотря на то, что это девятое занятие. Чувствую себя намного лучше. Лошадки в этом плане очень, ну, они большие спасатели. Еще очень важную роль играет то, что отсутствует страх. То, что поначалу он, естественно, был, но как только ты становишься более уверенным в седле, страх проходит, и, соответственно, ты уже можешь больше коннект вступать с лошадью. И, естественно, это помогает ускорить прогресс. Первые тренировки будут очень тяжелыми. Вашему телу придется выполнять незнакомые для него действия. Совсем скоро нагрузки станут привычными, и вы сможете оценить эффективность нового увлечения для здоровья и фигуры. Но, как ни крути, верховая езда, как и любой вид спорта, может нанести травму. Поэтому необходимость соблюдения техники безопасности должна быть первостепенной. Ведь взаимодействовать нужно не с механической машиной, а с живым животным, большим, умным и понимающим. Вышли давным-давно уже на новый уровень. Техника безопасности – это в первую очередь, что должен соблюдать любой конный клуб. Самое основное – это шлемы, защитные жилеты. Ну и, в принципе, соблюдение техники безопасности с ней ознакомливают каждого. Для посетителей у нас есть спокойные лошади. Для тех, кто уже не новичок, для них есть лошади порезвее. Человек, который учится уже, допустим, ездить голопом, ему нужна лошадь немного порезвее. Для детей тоже другие лошади, самые спокойные. Лошади, как и кошки, природный антидепрессант, уверена моя коллега. Ее принцип прост – садись верхом и лечись. Мне кажется, вообще после тяжелого рабочего дня кататься верхом – это самое то, потому что так расслабляет. Казалось бы, тебе нужно держать свое тело по воде, контролировать ситуацию. Но на самом деле ты очень отдыхаешь и успокаивает даже лошадка. И я бы хотела чаще вот так вот уделять время своему здоровью, кататься верхом. Да и всем советую. Это более, ну, мало того, что интересно, увлекательно, и ты отдыхаешь, это еще и полезно для здоровья. Конный спорт укрепляет иммунитет, формирует правильную осанку, укрепляет мускулатуру, избавляет от стресса и повышает концентрацию внимания. Лошадь – это большая ответственность и тем, кто хочет приобрести личного скокуна, но не имеет постой и опыт ухаживания, ипподром предлагает свои услуги. Помимо тренировок у нас еще присутствует постой частных лошадей. То есть вы можете приобрести лошадь, поставить ее у нас, и за ней будут ухаживать, кормить ее по тому рациону, который требуется. Первая помощь, ветеринарный осмотр, диняки шикарные, выпас весь день. Семь дней в неделю, с утра до вечера. Так что для вашей лошади предоставят все удобства, и вы сможете в любое время брать ее покататься, а после снова оставлять ее в надежных руках.